Три убойных совета для увеличения сжигания жира Мне бы хотелось поделиться некоторыми своими соображениями о сжигании жира В своих материалах я уже не раз затрагивал данную тему Но все же некоторые советы хотелось бы выделить отдельно Поскольку считаю их очень важными В данном видео хочу привести вам три хороших совета Которые помогут вам сжигать лишний подкожный жир еще быстрее Наверняка многие из вас уже знают, что для уменьшения уровня жировой прослойки Необходимо следующее Силовые нагрузки, сбалансированный рацион питания и добавление кардиотренировок Это три кита, на которых держится весь процесс похудения и жиросжигания Многие люди успешно применяют данные принципы И они действительно являются ядром в борьбе с жиром Но есть еще и некоторые дополнительные фишки Казалось бы мелочи, но игнорировать которые глупо Если же вы уже применяете данные рекомендации Но результаты вас еще не сильно устраивают Вот вам еще три технологии увеличения сжигания жира Первое. Утреннее кардио натощак Вряд ли этим я сделал для вас открытие Многие люди знают, зачем это применять Но как действует этот процесс изнутри И зачем вообще нужно применять утреннее кардио натощак Мало кто задумывается К такому утреннему кардио можно отнести бег и плавание Скорее всего именно бег является самым оптимальным вариантом По многим причинам, о которых, думаю, говорить и не нужно Очень важным является кардио именно натощак Если, к примеру, вы уже позавтракали И только потом приняли решение заняться кардио То энергия, которую организм будет тратить на занятия Будет браться именно из той пищи, которую вы съели А не из запасов жира Именно по этой причине и рекомендуется заниматься кардио На пустой желудок с утра Во время сна, когда организм находится в режиме голодания То уровень гликогенов в печени и мышцах снижается Поэтому организм переключается на использование жира Превращая его в энергию Если вы не знаете, что такое гликоген То это, образно говоря, топливо для наших мышц Так вот, утреннее кардио натощак значительно повышает содержание Такого гормона, как норадреналин Который, в свою очередь, является сжигателем подкожного жира Но, есть одно но В классическом виде утренний бег Это довольно неидеальная стратегия сжигания жира Просто потому, что вдобавок к сжиганию жира наш организм также мобилизует еще и белки Чтобы справляться с выработкой энергии И эти белки, аминокислоты, организм может взять из мышц Таким образом, есть риск при занятиях утренним кардио, помимо жира, также разрушать еще и свои мышцы Потеря же мышц, думаю, мало кого устроит Поэтому, чтобы обойтись без разрушения мышечной ткани, нужно использовать маленькую хитрость Употребление перед кардио аминокислот с разветвленной цепочкой Более известной как БЦА Если употребить эти аминокислоты непосредственно перед бегом То это уменьшит или практически сократит распад мышц во время кардио Номер два Уделяйте пристальное внимание своему вечернему рациону Это вовсе не означает, что после 18 часов нельзя есть Как многие считают Это всего лишь означает, что к вечернему рациону питания нужно подходить гораздо внимательнее Чем ко всем другим приемам пищи То, что вы едите за несколько часов до сна Очень сильно влияет на то, как выглядит ваша фигура Вечером перед сном наша физическая активность в большинстве случаев минимальна Вечера мы обычно проводим, сидя перед телевизором или в интернете Ну, признайтесь, это же так Когда наша физическая активность на низком уровне То в первую очередь снижается потребность организма в углеводах Поэтому именно углеводы в вечернее время и нужно сокращать И уж тем более организму не нужны углеводы во время нашего сна Если употреблять углеводы перед сном То это значительно увеличивает вероятность откладывания углеводов в жировые излишки А если углеводы не сжигаются То есть всего два варианта дальнейшего развития ситуации Либо они отложатся в жир, либо откладываются в качестве гликогена Исходя из вышесказанного, есть также два варианта Первый вариант, это когда у вас бывают вечерние силовые тренировки в тренажерном зале Примерно за 3-4 часа до сна В таком случае углеводы после тренировочного приема пищи пойдут на восполнение уровня гликогена В мышцах и печени Поэтому при варианте в тренировочные дни употреблять углеводы в вечернее время можно Естественно желательно кушать сложные углеводы Второй вариант, это те дни когда у вас нет вечерних силовых тренировок В данном случае лучше исключить углеводы из последнего приема пищи До 2 часа до сна Естественно, это не означает, что углеводы нужно полностью убрать из своего вечернего рациона Это лишь означает, что из углеводов нужно ограничиться только лишь овощами Фрукты не стоят, так как в них присутствует фруктоза, по сути сахар Ну и третий совет для увеличения сжигания жира Это ешься так, чтобы наполнять мышцы, а не печень Постараюсь объяснить простым языком Есть три вида моносахаридов, которые могут быть нам интересны Это глюкоза, фруктоза, сахароза По своей природе глюкоза самый предпочтительный углевод для организма Глюкоза используется для получения энергии Либо откладывается в виде гликогена Либо же переходит в жир Очень хорошее свойство глюкозы в том, что она в первую очередь восполняет мышечный гликоген А не гликоген печени Фруктоза же наоборот, обладает противоположными свойствами Поскольку в первую очередь восполняет гликоген печени А не гликоген мышц Для чего это все я говорю? Спросите вы Накопление углеводов в печени не очень полезно с точки зрения наших мышц Когда в печени набирается необходимое для жизнедеятельности количество гликогена Около 100 грамм Печень тут же превращает любую поступающую фруктозу в жиры Что же это означает для вас? А означает это то, что не нужно переусердствовать с употреблением фруктов Которые так многие любят Особенно женщины На всяких там диетах Перед тренировкой лучше употреблять глюкозу, а не фруктозу Поскольку фруктоза пойдет не в мышцы, а в печень Поэтому нужно тщательно следить за количеством поступления в организм фруктозы Ну и естественно сахароза Сахароза это тот же самый сахар, который мы кладем в чай Ну и для более наглядного примера Приведу пример с яблоком Из 25 грамм углеводов, содержащих в одном яблоке Около 15 грамм это фруктоза То есть более половины Суть не в том, что совсем избегать фруктов Но их также нужно ограничить 1-2 небольшими порциями в день От 100 до 200 грамм Полностью исключать нельзя, поскольку во фруктах очень много необходимых нам витаминов и минералов После наступления углеводного окна лучше всего употребить 1 банан, чем 1 яблоко Поскольку в банане при большом содержании глюкозы в 2 раза меньше содержания фруктозы, чем в яблоке Итак, давайте коротко подведем итоги Всего вышесказанного Для увеличения сжигания жира используйте утренний бег натощак Перед бегом принимайте БЦА для минимизации разрушения мышц при беге и максимальном сжигании именно подкожного жира Уделяйте пристальное внимание последнему вечернему приему пищи Пища должна быть больше белковой и меньше углеводной Тренировочные дни в вечернее время Уотреблять сложные углеводы можно, поскольку большая их часть пойдет на восполнение гликогена В нетренировочные дни в вечернее время из углеводов употребляйте только овощи Плюс достаточное количество белка Ешьте так, чтобы наполнять мышцы, а не печень Из моносахаридов в рационе больше нужно использовать глюкозу, нежели сахарозу и фруктозу Во время жиросжигательной программы ограничить употребление фруктов от 100 до 200 грамм в день Желательно употреблять в первой половине дня Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok